Пчелы. Маленькие и незаметные, но они играют огромную роль в биоразнообразии. Пчелы и шмели опыляют порядка 80 процентов растений и отвечают за урожай фруктов, овощей и ягод. Исчезнут пчелы, исчезнут эти растения. Нам будет нечего есть. Звучит странно, но это уже происходит. Пчелы и шмели вымирают. Причин несколько и одна из них им нечего есть. Смотрите, за городом почти все место занимают огромные поля монокультур. В городах это в основном деревья и газоны, иногда клумбы, но посмотрите вокруг, почти нигде нет цветов. Нет цветов, нет пчел. Нет пчел, нет и урожая. Все взаимосвязано. Но мы можем помочь пчелам, чтобы они помогли нам. Для этого надо просто посадить цветы. Самые обычные, полевые. Если каждый это сделает, города зацветут. И это действительно не сложно. Смотрите, в нашем доме есть общественная терраса, которой никто не пользовался многих годов. Вдохновившись идеей пчелкиного газона, я решила озеленить эту террасу, чтобы и для красоты использовать. Досыпала свежего грунта, купила семена, смесь полевых цветов. Наверняка и у себя вы найдете что-то подобное в цветочных магазинах. В начале апреля посеяла, через неделю-две появились всходы, а в мае первые цветы. Состав семян был так подобран, что каждые пару месяцев цветы менялись, радовали нас и кормили пчел с мая и до конца осени. При этом оставались растения, которые цвели весь сезон. Клевер, дикие мальвы, календула, лен и гречиха. Пчелы были в восторге, а нам было интересно наблюдать, откуда берется гречка. Летом газон был не только пчелкин. Там встречались шмели, бабочки, кузнечики, божьи коровки и еще много насекомых, которых я не знаю. А осенью порадовались и птицы. Они с удовольствием склевали созревшие семена, ту же гречку и семечки у подсолнуха. Это было так интересно, что теперь каждую весну я буду сеять полевые цветы и кормить пчел. Попробуйте и вы. На балконе, во дворе, под ближайшим деревом, да хоть на пустыре за домом. Желательно, чтобы место было солнечное и поливать хоть иногда. Но даже это не обязательно. Полевые цветы достаточно неприхотливые и сами разберутся. Если каждый это сделает, города зацветут. Это красиво, просто, а также очень полезно и нужно для нашей природы. И мне будет очень интересно увидеть, что у вас получилось.